здравствуйте друзья мы сегодня дежурим по америке с вами вместе и о чем тут подежуришь то ну вот выборы много вопросов задают про выборы и тут знаете как бы двоякость некоторые присутствует с одной стороны до самих выборов еще довольно долго но но очень долго год больше года это в ноябре обычно бывает значит с точки зрения как бы расписание вот того как бы как это все происходит значит сначала на партийном уровне но сначала разговоры идут потом начинаются в штатах да там есть есть целая цепочка очередность в каком штате происходит голосование и вот они так значит от штата в штат переезжают там вот эта предвыборная кампания такая у них идет для того чтобы получить поддержку партии своей и вот соответственно республиканцы демократы они там среди своих в общем то есть в этот момент они апеллируют к своим партийцам можно сказать ну или так к активу соответственно чем дальше тем меньше остается людей в списках потому что по мере того как они приближаются к к финишу выясняется что у кого-то шансов ну совсем нет но вот допустим человек в одном штате у него был процент в другом штате два процента в третьем штате полтора процента ну то есть понятно что как бы смысла нет кроме того это же все денег стоит поэтому бывает конечно но это очень редко что человек богатый но как например трамп или как вот на калифорнийских выборах когда-то был вот арнольд шварценеггер то есть у них были свои деньги они чужих не брали и в него взятие чужих денег есть свой плюс потому что эти люди как бы но им им нельзя сказать но вот ты же деньги брал теперь вот отрабатывает я так упрощаю но все-таки то есть поддержку тебе давали значит те же не просто так давали то есть надо отрабатывать когда он на своей гуляет то соответственно у него меньше зависимость теперь значит что получается я хочу просто чтобы вы понимали что деньги в этом деле важны потому что если бы у человека было достаточно много денег он мог бы с одним процентом там до последнего этапа ходить и уже когда там от партии назначить вот этого там или вот того он может прекратить даже дальше не не в чем участвовать но когда тебе надо каждый раз деньги собирать они по бизнесом ходят там и есть индивидуальные как бы такие значит люди которые поддерживают частные частные игроки лица но тем не менее но кто тебе даст денег если понятно что деньги выброшены на ветер потому что ничего у тебя нет там и никаких шансов у тебя тоже нет то есть по мере того как круг сужается все меньше и меньше поддержки финансовые тем у кого нет шансов все больше и больше поддержки тем у кого есть шансы и вообще вот так это все материально тоже раскручивается и те кто те кто в состоянии иметь там я не знаю ну грубо говоря с полмиллиона человек которые раз месяц там дадут десятку да эти люди уже вот вот эти полмиллиона человек по десятке в месяц они уже создают у кандидата серьезную такую базу которая позволяет ему в общем-то быть самим собой ориентироваться больше на избирателей чем на допустим партийную элиту которая даст или не даст денег поддержит или не поддержит там уже хоть и конечно люди своей поддержкой очень многое решают даже вот на выборе на на уровне таких праймерис когда значит партия должна определиться со своими кандидатами вот такой человек у республиканцев бен карсон это врач афроамериканец потрясающе совершенно очаровательнейший дядька с такой харизмой и все так вот самый харизматичный там из всех кандидатов вот народ ему денежку собирает простые люди свое время обама семь лет назад когда он так первый раз шел у него денег было там раза в три-четыре больше чем у конкурентов потому что были люди которые организовали ему значит сбор денег в интернете это было тогда но новым чем-то таким необычным то есть он он деньгами просто залил эту избирательную кампанию просто раздавил все так вот значит способность человека собирать деньги под свою программу под свою персону и так далее очень сильно влияет на то что этот человек раньше или позже сходит с дистанции большинство из этих людей которые вот участвуют в гонке на на ранних этапах они не имеют ввиду что они вот сейчас станут президентами там как-то их выберут но для них это возможность показать себя там как-то может быть ну я не знаю я я вспоминаю ассоциации много лет назад к нам пришли люди которые они профессионально занимались там на телевидении работали в беларуси и решили здесь наладить там производство там фильмов каких-то для бизнесов для граждан они очень успешные кстати стали довольно быстро и они пришли к нам и говорят ребята мы тогда были как бы такой на виду русский бизнес вроде успешно не год ребята давайте вам там за недорого за 2000 долларов сделаем кино про вас там на полчасика вы ну там мы не им что-то заплатили там но за прокат надо было заплатить моего прокатили в одном месте в другом месте и за прокат надо платить короче как бы такой взаимовыгодный такой был момент и мне жена говорит миша говорит а зачем зачем вот мы сейчас потратим сколько-то несколько тысяч долларов и что ты с этого хочешь получить но вот по всей стране там кто-то будет знать я буду ты знаешь что вот наши родители живут в доме там у всех русское телевидение там пенсионеры но вот им будет приятно в конце концов но вот поэтому многие кандидаты они точно также они готовы в конце концов пусть там пацанам вот вокруг нас там в нашей губернии там будет приятно в нашем городе они за нас голосовали тут и там значит вот им будет приятно у меня такое вот как бы ощущение такая значит ассоциации на свои гуляют там сколько есть только прогулялись то есть у них есть какая-то идея в этом деле понятно при этом что они не собираются вот прямо сейчас и даже не рассчитывают близко какую-то позицию серьезную занять в этом в гонке но может быть со временем там посмотреть как и что теперь значит это одна линия следующая линия состоит в том что сегодня понимаете как бюрократия президент конгресс особенно конгресс вот обе палаты это профессиональные политики понимаете профессиональные политики достали они все время говорят что они сделают что-то чего они делают не собираются даже мысли нет такой чтобы это делать они понимают что этого сделать нельзя но поскольку они знают что идея популярна они лгут то есть их их язык это и язык вранья манипуляции спекуляции и так далее они достали особенно вот эта достатость проявляется на республиканской стороне и мы видим что сейчас два лидирующих кандидата это трамп и карсон оба не непрофессиональные политики и люди не хотят голосовать за истеблишмент понимаете партейный они ему не верят и если вы посмотрите на официальную прессу как бы голос истеблишмента можно так сказать там типа ездила вашингтон пост например да консервативная такая газета чем больше вашингтон пост мочит а трампа они этим занимаются не я не говорю что вашингтон пост вообще вся вот эта пресса их такая официоз партийный они мочат трампа что он тут не так и там не так и тогда это есть с точки зрения официоза это просто поражение дико но чем больше они его мочат тем больше тем сильнее это сигнал значит там партийным массам что вот он вот он наконец-то наш человек который сейчас до спинка этим проворовавшимся коррумпированным я не знаю лжецам которые значит делают вид что их интересует там партийная платформа на самом деле вот совсем другие вещи им интересны и вот значит да тут на днях в по-моему в айове должен быть партийный кокус там у республиканцев они должны собраться и там смотреть кто будет за старше кто больше соберет и на сегодня если бы например вот они сговорились карсон и трамп вот если бы они вдвоем сегодня с головы договорились что трамп будет там скажем президентом ну баллотироваться на президента а карсон мир на вице-президент то в принципе в этот момент можно было бы считать что избирательная кампания вот это праймерис на республиканской стороне фактически закончилась потому что это абсолютное доминирование там никого рядом даже близко нет и его даже фиорина которые тоже независимая но как бы не знаю нет ни такая популярная как они не такая харизматичная уж там не знаю вот у неё там процентов 8 там или 9 а у трампа с карсоном там 27 23 вот такие цифры то есть они вдвоем это уже половина всех голосов на республиканской стороне то есть там нет никто бы рядом вообще встать не смог то есть в принципе если бы они вот сейчас заговорились то на этом месте как бы выбор республиканской партии был бы уже сделан так что я я не знаю что дальше будет это очень интересная такая получается ситуация не знаю в общем посмотрим конечно трамп как претендент на должность со стороны республиканцев для демократов очень выгодная фигура потому что он все время какие-то экстремистские вещи говорит он абсолютно некомпетентен там но но практически не по одному вопросу у него нет абсолютно никакой истории успешной политической деятельности и так далее это ну совсем уж совсем страшно это еще хуже обамы на самом деле который в общем то то есть у него был какой-то опыт но был минимальный это было абсолютно такая темная лошадка на которую там они поставили и вот понеслось я думаю что скорее всего на него поставили ваш просто чтобы клинтон же не стала президентом потому что она лидировала вообще по всем но по всем показателям то есть история с выныриванием обамы мне напоминает отдаленно но все-таки меня поменять как путин избирался да вот назначают на должность человека которого не знает никто и вдруг там выясняется что он там но еще немножко и там президент вот то же самое было с обамой чем которым не знает никто и вдруг он набирает 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 бах и президент в общем такая была история значит трамп конечно в отличие от обам очень хорошо известен но 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 не тем что он там политик какой-то или там что-то я не знаю в общем у республиканцев полный раздрай между между истеблишментом и как и партийными массами действия по есть выражение грас рот значит вот вот эти вот республиканцы народ так сказать республиканский полный раздрай то есть истеблишмент потерял доверие в глазах простых республиканцев я честно говоря даже не знаю кто мне из больше не нравится то есть те или другие не могу не могу сказать я бы сказал так что и те и другие мне не нравится но как но по-разному в силу разных причин одни в силу коррумпированности и как бы сказать лживости а другие в силу отмороженности и не дай бог еще они власти придут еще хуже будет в общем такая вот интересная история так вот конечно трамп для клинтон ши гораздо лучший кандидат со стороны республиканцев чем например даже тот же карсон есть карсоном было бы намного сложнее он харизматичный он не испачканный там не ничем и так далее дальше что на демократическом фронте мы имеем значит тут недавно вот пару дней назад там были дебаты демократических кандидатов и надо сказать что клинтон ши которая как-то так не очень хорошо до этого позиционировалась вдруг вдруг так красиво вышло эффектно и в общем у своих партийных масс как бы значит получила поддержку ну как бы она понравилась она приглянулась она показалась сильно какую-то позицию а вы должны понимать что она она как кандидат от истеблишмента то есть ей деньги дает истеблишмент ей она из партийные казны получают ну плюс конечно граждане тоже там скидываются кто хочет кто может но она кандидат истеблишмента и у демократов нет никакого сильного такого кандидата из народа такого не партийного и собственно демократов особо-то и нет не видать вот такой такого недовольства мощного вот именно истеблишментом партийным чтобы хочется кого-то взять вот кто с улицы и вообще никакого отношения к этим гадам не имеют вот такого нет поэтому ну вот она будет как лидирует обсуждается такой вопрос что вице-президент байден который у него типа там семейные причины что вот он не ну как-то вот ему трудно сын погиб там и так далее в общем он не хочет с другой стороны вот так утечка такая есть что сын ты умирая говорил что он хочет чтобы отец баллотировался ну и они смотрят вот байден официально пока не участвует ни в чем но он смотрит что происходит он вдруг видит что допустим клинтон хиллари показала сильную какую-то позицию возникает вопрос если у нее сильная позиция если смысл встревать если видно что явного лидера нет а по опросам значит общественности получается что очень большая поддержка у того же байдена тогда может быть есть смысл вступить и как бы там забрать все пирожки со стола в общем дело такое я думаю что конечно байден с точки зрения того как это все проецируется на избирателей я думаю что байден более симпатичный чем чем клинтон уже вот и он и она уже достали уже за последние 20 лет кроме них там до кринтона и буша уже больше вообще никого нет то есть как бы уже перебор какой-то но тем не менее да оба мне в счет значит он так единичный случай так это она у него была тогда первый срок госсекретарем вот такая такая картинка она может действительно очень рано на ранней стадии может вдруг прорезаться да если два республиканских кандидата ведущих договорятся идти по одним списком значит у демократов вот опять может может возникнуть более такая заковыристая ситуация если байден решится вот а если не решится то в общем то непонятно даже чего и будет вот ну и конечно есть интрига конечно есть интрига вот истеблишмент против grass roots в республиканском вот в этом лагере но вообще я хочу сказать что все вместе мне это напоминает немножко цирк такой хотя на самом деле цирк цирком но когда вы за этим наблюдаете вы начинаете понимать как система устроена и вы начинаете повесить система разумная по-своему то есть она не не какая-то вот кто-то кто-то сказал делаете так и все так делают а система действительно помогает партиям посмотреть на своих кандидатов система позволяет через финансовую поддержку посмотреть кто из кандидатов больше ну как бы подает надежд и соответственно получает больше денег на развитие меньше денег на свою компанию и так далее то есть в этом во всем есть известный смысл это не не так примитивно что кто-то чего-то купил или там что то нет нет это это некий такой процесс демократический который конечно может не иметь никакого смысла с точки зрения того что там есть пару пацанов которые все решают и вся эта вот эта демократия нафиг никому не нужна этот цирк но тем не менее цирк такой с глубоким содержанием вот так что мы продолжаем наблюдать а я дежурство значит себя складываю и до следующих встреч на посту